Всех приветствую друзья, с вами Кван и сегодня у нас Рафт. Разработчики Рафта выпустили недавно обновление и добавили в игру несколько интересных позиций, штучек. Сейчас покажу что именно. Первый, добавили в настройках вот такой параметр WoW, который уменьшает либо увеличивает угол обзора. Я ставлю параметр на 70, не знаю какой был изначально, но когда я его первый раз включил, у меня стоял на 50. Пускай будет на 70, потому что 90, я думаю, это уже как-то чересчур. Хотя можем побегать на 90, вот посмотрите как это все дело выглядит. Как будто через подзорную трубу смотришь, не знаю, ну такое ощущение, очень длинный как будто бы плот у меня, вообще колоссально длинный. А если этот параметр убрать, снова заходим в настройки, до 50 он становится коротеньким. В общем, как-то увеличивается просто у нас расстояние. Вот, в принципе, вот так это все дело выглядит. Я ставлю на 70, пускай будет на середнячке. И еще одно, одно интересное, по моему мнению, обновление добавили. Это у нас, смотрим в мастерскую, это у нас лук и стрелы, каменные стрелы. Я думаю, все-таки это прикольно. Сейчас попробуем его скрафтить, если у меня, конечно, хватит ресурсов, и испытать, на что лук этот способен. Получится ли у нас убивать акулу с расстояния, или может он только годится для сбивания чаек. Так, изучаем. У нас все вот эти уже вещи были добавлены в инвентарь, не в инвентарь, а вот в мастерскую. И обучаемся сразу этому делу. И теперь смотрим, что нужно для того, чтобы их скрафтить. Так, веревочки, сок, лианы, болт. Это у нас для лука. Проверяем все это дело, потому что я уже не помню, что у меня есть. Давно не заходил, больше недели в Рафтецке. И немножко отвык от игры. Но сейчас это мы дело, я думаю, быстро поправим. Вот эти листочки не нужны. Эту ерунду оставляем. Так, древесину я взял. Здесь ничего интересного. Здесь веревка нужна. Так, здесь у нас вот сок лианы. Их надо будет топить, по-моему, да? Да, это сюда закидываем. Сейчас натопим сок лианы. И здесь вроде ничего интересного. И болт еще нужен. Для болта у нас понадобится металлическая руда. Ну все. Так, а для стрел сейчас сразу посмотрим. И я уже в паузе приготовлю все необходимые ингредиенты. Кстати, камень 6 штук. Блин, вот и камень понадобился. А нафига? А, для 6 стрел. Все, нормально. Тогда нормально. Сразу изготавливается 6 стрел. Камень тоже в избытке. Кстати, мы сейчас сразу изготовим. Место у меня есть свободное, да? 3 доски, 6 камня и пластик. Так, у меня 6 стрел есть. Пока хватит, я думаю. Это убираем назад. Сейчас я натоплю сок лианы из водорослей. Наделаю болт... В общем, болтевичи сделаю. И уже вас включу. Посмотрим, что из этого получится. Ребят, смотрите, чайка. Лук я скрафтил. Попробуем ее... О! В смысле? Охереть. Я уже в нее попал. А что она улетела-то, блин? Что, ей не хватает одной стрелы, что ли? Да, чайка мощная, по сути. В общем, ребят, скрафтил я лук. Уже попробовал пару раз пострелять. И вот случайно увидел чайку и решил вам это дело показать. Действительно, стрелять реально прикольно. Но если даже чайка не убивается... Я думал, блин, не знаю, для охоты на чайок. А для чего еще здесь лук нужен? Давайте посмотрим описание, что там пишут. Стреляет примерно туда, куда вы его направляете. Обычная деревянная стрела с каменным наконечником. В принципе, ничего особенного. То есть, блин, не знаете, давайте подождем, пока акула прыгнет на нас. Надеюсь, под вод... Не то, что надеюсь, стрелять же под водой наверняка нельзя. Сейчас попробуем, кстати. Ох, офигеть. О, прикиньте, он целится под водой. Охереть. В общем, на правую кнопку мыши... Вот, кстати, акула. Давайте попробуем. Раз. О, да. В акулу можно под водой прям. Я, кстати, скрафтил сколько... 18 стрел. У меня уже чуть-чуть убавилось. Три стрелы я потерял. Две в акулу и одну вот в чайку. Чайка улетела, к сожалению. Но я думал, по крайней мере, чайка-то должна умереть. В общем, стрелы крафтятся достаточно просто. Нужны, главное, камни. Доски, пластик всегда навалы. А камни, в принципе, добываются так же, как и из бочи, так же рядом с островом. По сути, ничего сложного. И достаточно прикольно. Вот, хотел бы немного потестировать этот лук. Как он вообще стреляет. Вот, сможем ли попасть, например, в то дерево. Давайте попробуем. Нормально. Достаточно точно стреляет. И вот в то попробуем. Реально. Небольшая дуга есть. То есть, мы должны рассчитывать, он, естественно, попал. Смотрите, даже в воде попадаю в акулу. Классно. Ну, давай еще раз. На тебе, прямо в нос. На тебе еще раз. Нет, в глубине уже, походу, не особо стрела летит. Но, конечно, то, что под водой можем стрелять из лука, это немного странно. Но, тем не менее, это прикольно. В общем, контента немного добавили. В принципе, меня это радует. То, что добавляют обновления в рафте. Еще не забросили игру. Это классно, на самом деле. Все это прикольно. И, как вы помните, у меня здесь гнездо. Здесь у меня гнездятся чайки. И уже вот оставили три яичка. Опа, кстати. Где он? Сколько раз надо? Блядь, не вижу. Не вижу. Ах, хереть. Я не успел. Потому что, ну, видите. Где он вообще грызет? Он вообще офигел. Это акула оборзела. Она грызет центр моего плота. Потому что вот эти края я защитил. И в скором времени вообще хотел защитить полностью. Так, у нас осталось девять стрел. Куда я остальные-то делал? Так, у нас есть еще камешки. Давайте камешки возьмем. И скрафтим еще немного стрел. Доски и пластик для этого нужен. Пластика навалом. Досок навалом. Слава богу, я подготовил все это дело. Все. А сколько у меня камней осталось? Пять. Блин, еще один камешек нужен. Хотел понять, со скольки стрел акула перестает грызть мой плот. Вот, давайте этого момента дождемся. Пока на паузе буду ждать, пока она мне нападет. И уже посмотрим вместе. Снова напала чайка. Хочу попробовать еще раз. Может я как-то не так стрельнул. А, нет, все нормально. С одной стрелы. Ну, если только она не та же самая. И, кстати, стрелу можно подбирать. Это хорошо. Чайку поймали. У меня здесь, если не ошибаюсь, было две свеклы. Так, давайте мы сразу посадим ее. Потому что свекла вещь полезная. Опа. Надо вспоминать вообще, что как механику игры. Я потому что немножко подзабыл реально. Опа, вот плывет, плывет, плывет. Нет, не нападаешь. Нет, ладно, ждем дальше. Ребят, чуточку не успел заснять. Вот только что сгрызла акула. Я ему пока тут вот кушал, отвлекался. Прибежал, пока выбрал лук. Точно в глаз дал две стрелы. И акула успела сгрызть и убежала. То есть, двух стрел ему не хватает. Это точно мы выяснили. Теперь нужно понять, скольки же стрел она реально уходит. Непосредственно уже перестает грызть наш плод. Ну, скорее всего, с четырех. А может быть, с трех. Не знаю. Вот это я хочу, на самом деле, выяснить. И будем ждать следующего появления акулы. Ребят, вот он снова напал. Первая стрела. Вот напал как-то опять неудачно. Третья. Опа, я, как и говорил, с трех стрел. Он не успел сгрызть. Он вот грыз вот эту. Либо... Сейчас убираем. О. Он, по-моему, грыз вот, да, вот эту ячейку. Как-то он вообще прошел вот через текстуры, через камни. Вот оттуда плыл. Вот с этого. Прошел через камни. Я думал, он проплывет дальше. И в итоге он вот здесь напал. И вот грыз вот эту ерунду. Тейк ту ячейку. Да, почти полностью сгрыз. В итоге хватило три стрелы. Ну, теперь мы уже точно знаем. В общем, это для нас и было только важно. Ребят, раз такое дело, теперь у нас, в принципе, появилась возможность акулу атаковать. Уже не ждать, пока она к нам близко подплывет, и уже копьем непосредственно тыкать. А у нас есть теперь возможность издалека стрелять в акулу, тем самым обезопасивая себя. Только успеть бы? Да, все нормально. Кстати, стрелы на нем остаются. Сейчас еще разок попробуем. На тебе. Да, попал. Хорошо, но... О, он все равно укусил меня. В общем, наши все стрелы сейчас потратим на нее. Посмотрим, может, сможем убить. И уже потом. Да, вот, мы ее завалили, кстати. Я бы хотел все свои стрелы собрать сначала. И акулу тоже подобрать. По голове акулы, по-моему, никаких изменений не произошло. Я одевал голову акулы, нырял снова смей. Акула по-прежнему нападает, поэтому показывать это, надеюсь... Ну, не надеюсь, а смысла, скорее всего, нету повторно. Потому что это мы уже разобрали. Верстак тогда по-прежнему оставляем. Я его хотел убирать. У нас здесь все уже изучено абсолютно. Вдруг что-то новое появится, поэтому пускай стоит. Здесь мы поставим часики. Давайте, пока время есть, у нас видео все равно получается коротенькое. Я сейчас не хочу продолжать выживать. Чисто случайно увидел, что появилось что-то новое и хотел для вас это показать. Так, где у нас часики находятся? Где-то, по-моему, здесь. Для этого нужен хлам и один болт. Как раз у нас болт скрафтить можно. Опа, у нас что-то выкинулось. Так, что-то надо убрать. А, вон, я вижу, что можно убрать. Так, мы можем вот это дело сюда закинуть. И еще. Так, голову акулы убираем. Она нам не нужна. Еще вот это. Болтик забираем. Что еще нужно для крафта часиков? Хлам четыре штуки. Надеюсь, они у меня есть. Да, хлам есть. Блин, сейчас опять у меня будет выпадать что-то, поэтому надо немного почистить. Разложить, в общем, по полочкам все, что у меня есть. Остальное уже будем крафтить. Продолжать выживание в рафте непосредственно будем. Вернее, обязательно будем продолжать выживать в рафте. Мы здесь еще не все изучили. Не все я вам показал, что хотел. Просто сейчас у меня пока лондарк выживают. Там уже все интересно. Вот, случайно просто зашел сегодня в рафт, увидел. И вот решил заснять. Так, и часики сейчас поставим. И, наверное, на этом закончим. Да, вот часики сделали. Это убираем. Вот, часики мы повесим сюда. В общем, будет немножечко уютнее. А стол сможем скрафтить? Так, доски. Нужные доски у нас есть, конечно же. Я с этого острова так еще и не уплыл. Я на этом острове уже достаточно долго. Недельку, возможно, точно. Тут уже все, что можно, залутано. Вот единственное, я вот до верха добраться не смог. Но это уже не страшно, потому что там ничего интересного нет. Так, а стол у нас широкий, да? Развернуть его и поставить не получится. Ну, куда его сейчас воткнуть? Ладно, пускай он будет в инвентаре. Все, ребят, с вами был Квант. Кому понравилось, ставьте лайки. Кому не понравилось, ставьте дизлайки. Комментируйте, подписывайтесь. Увидимся в следующем видео. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok